В России живет 144 миллиона человек. Больше двух миллионов из них – чиновники. Деятельность некоторых строго засекречена, но вызывает очень много вопросов. Вот, например, Сергей Евгеньевич Нарышкин, глава службы внешней разведки России. Доклады президенту служба направляет каждый день, включая субботу, воскресенье, праздники. Структура напрямую подчиняется президенту. Деятельность службы – сплошная гостайна. Ее бюджет и количество сотрудников тоже. Задача СВР – защищать Россию от внешних угроз. Или, в случае Сергея Нарышкина, создавать их. А потом убеждать всех в их реальности. Даже небольшой провокации может оказаться достаточно для запуска общепланетарного кризиса. Всегда стараюсь держать себя спокойно в руках. Но удается не всегда. Все помнят видео недавнего спектакля, который в России назвали «Трансляция заседания Совета безопасности». За трое суток до нападения на Украину, каждый член Совбеза по очереди убеждал Путина, что тот не выжил из ума, и втянуть страну в войну просто необходимо. Но на выступлении Нарышкина разыгралась драма. В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Нет, я… Или признавать свердинитет? А я… Я… Говорите прямо. Путин просил говорить прямо. Так, будто это действительно возможно. Нарышкин сопел, заикался, но прямо не получалось. Я поддержу предложение о признании… Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей. Я поддерживаю предложение… Так и скажите, так. Да, или… А ты говорила, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим о признании их независимости или нет? Да. Я поддерживаю предложение о признании независимости. Хорошо. Садитесь. Можно, конечно, допустить, что при каждом неправильном ответе Нарышкина били током. Но нет же. Он плыл под одним только президентским взглядом и, возможно, даже выдал настоящие планы Кремля. Сергей Евгеньевич, а вы точно разведчик? Да. В КГБ Нарышкина заметили еще во время учебы в Ленинградском институте. После выпуска инженер-радиомеханик продолжил образование в учебных заведениях спецслужбы. В 1980-м году он вернулся в Ленинград и был определен сразу на работу в разведное подразделение Ленинградского управления. Владимир Владимирович уже там работал. Так и произошло знакомство. Мы вместе учились в нынешней академии внешней разведки. Тогда это назывался прознаменный институт. Путин и Нарышкин познакомились 40 лет назад. Это знакомство, как часто бывает в России, стало пропуском высшей эшелоны власти. Но россияне услышали о Нарышкине только в 2004 году, когда Путин зашел на второй президентский срок. Откуда же выскочила эта темная лошадка российской политики? В 80-х Нарышкин работал в Брюсселе при посольстве СССР. В 90-х в мэрии Санкт-Петербурга в правительстве Ленинградской области входил в совет директоров Филипп Моррис и Жора, российского филиала американского табачного гиганта. Сергей Евгеньевич – необычайно универсальный специалист. Настолько, что в 2004 году вдруг попал в администрацию президента, а спустя 4 года возглавил ее. Как раз тогда, когда Путин с Медведевым махнулись с должностями. Газета Financial Times писала, что основная работа Нарышкина заключалась в том, чтобы присматривать за Медведевым. Может, конечно, просто газетная утка. Но впереди снова был карьерный рост. В 2011 году Нарышкин стал спикером Госдумы. В 2016 – главным лицом российской разведки. Сергей Евгеньевич Нарышкин приложит все свои силы, знания и опыт для эффективного решения поставленных задач. Тогда еще шла война в Сирии, но Нарышкин уже начал готовить страну к следующей. Вот он открывает памятник Павлу Фитину, руководителю внешней разведки СССР времен Второй мировой. Фитин руководил зарубежным шпионским аппаратом и подавал Сталину десятки разведывательных отчетов, предупреждая о планах нацистской Германии вторгнуться в Советский Союз. Нацисты теперь живут и в риторике Нарышкина, только украинские. А в отчетах необходимость нанести удар первыми. Идет последовательное методичное уничтожение карательных неонацистских формирований. Удивляться нечему. Нарышкин в России отвечает еще и за историю. Он возглавляет Российское историческое общество, которое было создано еще в 2012 году по указу Путина. Тот помешан на переписывании истории в пользу России и давно превратил ее в инструмент информационной войны. Добрый день, дорогие друзья. Наш круглый стол, который мы сегодня проводим в Доме Российского исторического общества, посвящен вопросам изучения истории Украины. А если за историю берутся чекисты, пахнет войной настоящей. И она не заставила себя ждать. Во многом, благодаря стараниям Нарышкина. Сколько получает глава службы внешней разведки за преданную всестороннюю службу государству? Известно, что в 2019 году он задекларировал доход в 8 миллионов рублей и 3000 квадратных метров недвижимого имущества. Но журналисты нашли еще кое-что. Знаете, как говорят, даже стены имеют уши. Точнее, нашли у его дочери Вероники. Четырехкомнатную квартиру стоимостью 245 миллионов рублей. По информации «Новой газеты», эту жилплощадь получил отец от государства по договору соцнайма. А Вероника ее приватизировала. На тот момент ей было 20 с копейками, а она уже ворочила миллионами? Да. Вероника – совладелица компании-производителя оборудования для поиска нефти. Объем инвестиций в проект – около 360 миллионов рублей. А также совладелица Агроальянса – это производитель «Групп» с выручкой в 11 миллиардов рублей. Вероника – фанатка спортивного плавания и серфинга. И пока Нарышкин, попавший в 2014 году под санкции, разносил Запад в пух и прах, его дочь рассекала по волнам на доске в Индонезии и на Бали, гуляла по Амстердаму, отрывалась на вечеринках в Лас-Вегасе и Калифорнии. А вот Вероника празднует свое 30-летие. А знаете, кто рядом? Дочь президента Азербайджана – Лейла Алиева. А чей корабль? Азербайджанского миллиардера Года Ниссанова. Он считается королем российской недвижимости и связан со многими российскими политиками и олигархами. Он же трудоустроил Нарышкину-младшую в свою инвестиционную компанию. А это личный бизнес-джет Ниссанова. На нем летала не только Вероника, а и все семейство Нарышкиных. В Австрию кататься на лыжах. Я немножко плаваю, продолжаю плавать по утрам. Кроме того, зимой я катаюсь на лыжах. Но вот еще несколько лет назад появилось еще одно увлечение спортивное – это гольф. Расследование о десной дружбе Нарышкина с Ниссановым опубликовал расследовательский ресурс «Проект». По их информации, глава СВР регулярно плавает в личном бассейне бизнесмена в одном из торговых центров Москвы. Бассейн открыт исключительно для друзей-миллиардера. Материал вышел сразу после очередной войны между Азербайджаном и Арменией за Нагорный Карабах. Тогда для многих россиян было непонятно, почему Россия самоустранилась от помощи своему союзнику – Армении. Журналисты, похоже, дали ответ. И пока друзья из солнечного Азербайджана организовывают досуг семье Нарышкина, сам он обеспечивает развлечение элите российской политики. И речь не о том, что он поет на корпоративах и свадьбах. В этой осени никто не меняет. В 20-м году издание «Открытые медиа» выпустило материал о том, как российские вип-охотники связаны с крупнейшими охотничьими угодьями страны. Оказалось, что около 10 тысяч гектаров угодий в Псковской области закреплено за неким некоммерческим партнерством. В числе учредителей есть дипломатический клуб. Один из его организаторов – Сергей Нарышкин. А это Андрей Нарышкин, сын Сергея Евгеньевича. До 2013 года он работал в государственной энергетической компании. Официально большого состояния не сколотил, но подробности его жизни туманны. В 2018-м из-за Андрея семья Нарышкиных вляпалась в громкий скандал. Новая газета опубликовала расследование о том, что ближайшие родственники Сергея Евгеньевича, возможно, получили вид на жительство в Венгрии. Сын, невестка, внуки – все. Возможно, конечно, не они, а просто их полные тезки, у которых совпали даже даты рождения. Вид на жительство они получили в обмен на инвестиции в государственные облигации в Венгрии в размере 350 тысяч евро, включая административный сбор. Но почему Венгрия? Страна-член НАТО, о происках которого Нарышкин регулярно отчитывается президентом. Еще в 2016-м британская газета «Зе Телеграф» писала о главных целях российской разведки – раскачивать лодку согласия среди европейских стран и лоббировать отмену санкций, введенных против России. Для этого российские агенты развернули деятельность во Франции, Нидерландах, Италии, Греции, Австрии и Чехии. И через них Россия незаконно финансирует некоторые европейские партии, в основном ультраправые. Под крыло взяли и партию за лучшую Венгрию, она же Йоббик. То есть пока россиян пугали украинскими националистами, европейских щедро поддерживали рублем. Миллионы вливали и в совместные с Венграми экономические проекты, в обмен на лояльность к Кремлю. Но вернемся к скандалу с сыном Нарышкиным. Вы можете представить, что ближайшие родственники директора ЦРУ или любого высокопоставленного чиновника США пытались бы получить вид на жительство в Северной Корее, России или Иране? По-хорошему, папа должен был поплатиться за это должностью. Федеральный закон говорит о том, что проживание родственников за границей или оформление ими вида на жительство в другой стране – это основание лишить главу СВР доступа к гостайне. А какой главный разведчик без доступа к гостайне? Решение должен был принять президент. Но стул под Нарышкиным даже не скрипнул. Более того, о службе внешней разведки и ее главе снимают программы и документальные фильмы. Нарышкин становится все более публичным человеком. Появляется в эфире у Киселева и Соловьева. А туда кого попало и просто так не позовут. Поэтому ходят упорные слухи, что директор самой главной шпионской организации России возможно скоро будет праздновать очередное повышение. Кстати, по данным сайта госзакупок, только за 7 месяцев прошлого года служба внешней разведки РФ приобрела алкоголя почти на 10 миллионов рублей. Ведомство купило 1205 бутылок спиртного. Это 172 на месяц. По 6 на день. Сотрудников можно понять. Придумывать врагов и строчить отчеты президенту на трезвую голову гораздо сложнее. Так что наливайте, Сергей Евгеньевич. И не забудьте помянуть 28 тысяч российских солдат, уже убитых в развязанной вами войне в Украине. А потом, как крейсер Москва. До дна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова